МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Альмическ сегодня» в студии Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. Переезд состоялся. Телекомпания «Альмическ ТВ» начала вещание на новом канале. Мы таким образом покрываем всю республику и говорим, что у «Татарстана-24» появились партнеры практически во всей республике. Без грязи и пыли в Альмическе прошел общегородской субботник. У нас сегодня на субботник почти все самые активные жители. Народу собралось немало. Просто вы здесь видите часть, все остальные убираются иззади, каждый убирается на свои площади. Хатспин, гелик, флай и свеча. Юные танцоры из шести городов приняли участие в чемпионате по брейк-дансу. Если проходит зрение, приходишь на тренировки и все проходит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо ли жениться в пятый раз? Таким вопросом задались участники презентации перехода телекомпании «Альмическ ТВ» на канал «Татарстан-24». Если сравнить сетевое партнерство с «Женитьбой», то «Альмическ ТВ» сегодня празднует свадьбу. Наши новости выходят в эфир телеканала «Татарстан-24» впервые. Альмическ ТВ женили на сей раз навсегда. На презентации, посвященной переходу телекомпании на «Татарстан-24», глава района Айрат Хайрулин сравнил сетевое партнерство со свадьбой. В разные годы вещание телекомпании происходило на четырех разных каналах. И в год десятилетия телекомпании партнером «Альмическ ТВ» становится новый республиканский телеканал «Татарстан-24». Хотелось, чтобы «Татарстан-24» выступал очередной проходящей женой. Я думаю, что действительно это всерьез и надолго. Взаимодействие с каналом уже налажено. С сентября 2016 года телекомпания ежедневно отправляет свои сюжеты на «Татарстан-24», и они транслируются на всю республику. За это время в эфир республиканского канала вышло свыше 250 наших материалов. Теперь, когда «Татарстан-24» стал нашим сетевым партнером, все передачи «Альмическ ТВ» будут выходить в эфир на новом телеканале. Мы рады, что сегодня один из самых наших передовых, продвинутых и со всех точек зрения коллектив становится частью «Татарстан-24». Команда, которая стоит фактически из 16-18 человек, создает 240 новостных выпусков в год, формирует свой контент из семи собственных телевизионных передач, при этом порядка 200 музыкальных программ выпускает и имеет своего постоянного зрителя. Уже сегодня «Татарстан-24» имеет все шансы стать главным информационным каналом республики. «Зрители телеканала – это, конечно же, очень активная, социально активная, в первую очередь, часть населения Татарстана. Это люди, которые интересуются новостями, это люди, которые понимают то, что происходит вокруг них». «Я могу смело назвать «Альмическ» сегодня лидером телевизионной индустрии. Конкуренция большая, надо бороться за зрителей». Радость от события, которым уготовились несколько месяцев, разделили с друзьями, коллегами, деловыми партнерами. Теми, кто делает новости вместе с нами, кто создает яркие информационные поводы, которые позволяют делать интересные новости. Кто делится достижениями и успехами и становится героями наших передач. «Я считаю, что это большое достижение для нашего города. Все новости нашего района будут на весь Татарстан. И, конечно же, огромное спасибо вам за то, что вы много делаете для пропаганды здорового образа жизни, работу нашего совета ветеранов». «Жизнь, она течет, жизнь меняется. Появляются новые веяния, появляются новые тренды, появляются новые технологии. И как-то останавливаться на одном мы не можем. Жизнь – это движение. С удовольствием с вами работаем. И, я надеюсь, будем работать дальше». «У нас город, он растущий, молодежь, но молодежи в нем много. И постоянно происходят какие-то события, причем знаковые по всей республике. И, естественно, это все освещается. И вы подаете это все профессионально и качественно. «Мы рады, что Альмитиск не остался в стороне, и что наш телеканал перешел на вещание в республиканском масштабе. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем также плодотворно сотрудничать с вами. Мы желаем вам процветания». Вместо красной ленточки – праздничный торт. Гости получили возможность попробовать 24-ку на вкус. В буквальном смысле. А в 19 часов ежедневно, по будням, ее теперь могут попробовать на вкус телезрители. Именно в это время на канале «Татарстан-24» будут выходить ежедневные выпуски программы «Альмитиск сегодня». Неизменным осталось то, что аудиторию Альмитиск ТВ, как и прежде, ожидает обзор полной информации о жизни города, о спортивных и культурных событиях, происходящих в нефтяной столице. Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. В Альмитиске в рамках экологического двухмесячника прошел общегородской и районный субботник. На уборку улиц и закрепленных территорий вышли 7231 человек. Было задействовано 137 единиц техники. Общими усилиями собрано и вывезено 133 машины мусора. Это около 800 кубометров. О том, как проходил субботник, расскажет наш корреспондент. Чтобы навести порядок в городе к предстоящим майским праздникам и освободить от мусора его улицы и дворы, в выходные на субботник вышли сотрудники предприятий и организаций, студенты и школьники, а также активные жители. Каждый отвечал за свою территорию. Например, участок ограниченной улицы Мегагарина, Белоглазого, Радищева, Ленина освобождали от мусора и поросли кустарников сотрудники Дорсигнала, Светсервиса и Альмитисского троллейбусного управления. Вышли в количество 54 человека только здесь. У нас наши коллеги еще убирают опоры, чистят от объявлений. Чтобы наш город был чист, аккуратен и чтобы было приятно в нашем городе жить. Генеральная уборка началась с раннего утра. И буквально за час-полтора убирающим удалось наполнить не один мешок с мусором. Помимо сухих листьев и веток, за зиму здесь накопился солидный культурный слой. Что в основном попадается? Пакеты, бутылочки, фанфорики. Ну вот как вы смотрите, за зиму много накопилось мусора здесь? Ну, смотря по прошлому году, я бы не сказала, что здесь много мусора, меньше уже. Ну, всякое есть, и бутылки, и там пачки от сигарет. Ну, всего полно, много. Вот сколько уже убрали, сколько мешков уже собрали? Ой, не посчитали даже. Много убрали уже, очень много. То есть это уже не первый, да? Нет, не первый. Коллективы исполкома, департаменты экологии и департаменты ЖКХ тоже почти в полном составе вышли на уборку. Им досталась территория в старой части города. Помощь им предоставлен погрузчик и КАМАЗ. А чтобы работалось веселее, включили музыку. Не остались в стороне и жилищники. На уборку придомовых территорий вышли сотрудники управляющей компании АЛСУ. К ним присоединились и жители домов. У нас сегодня на субботник вышли все самые активные жители. Народу собралось немало. Просто вы здесь видите часть, все остальные убираются иззади. Каждый убирается на своей площадке. То есть многие вышли с детками, очень интересно. Это, во-первых, сближает даже самих соседей между собой. Потому что многие живут в таких больших домах, они даже не знают соседа по лестнице, по лестничной клетке. А так как-то все они вышли, все друг другу познакомились. Чтобы согреться и отдохнуть после тяжелой работы, для всех было организовано чаепитие с пирогами. Нет ничего лучше, чем после долгой работы на улице подкрепиться горячей выпечкой. В первую очередь сладким чаем напоили самых маленьких работников. Следующий общегородской субботник пройдет во второй половине мая. А до тех пор каждую неделю будут проводиться санитарные пятницы. У альметьевцев есть возможность внести свою лепту в чистоту города. Зарина Ахметова, Эльдар Гимаев, Альметьевск ТВ. Итоги общегородского субботника обсудили и на совещании с городским активом. Глава района Эрад Хайрулин поручил также навести порядок на остановках общественного транспорта. В частности, очистить их от незаконно размещенных объявлений. Обсудили участники совещания и другие вопросы. С 25 апреля по 15 мая на территории республики установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник отдела госпожнадзора Наиль Ахметгараев. Это значит, что санкции за нарушение противопожарного режима в этот период станут жестче. Гражданам грозит штраф до 4 тысяч, а организациям до 500 тысяч рублей. В этот период запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне, применение ряда пиротехнических изделий. Наиль Ахметгараев также озвучил статистику по пожарам. В этом году их было 41, 27 в городе и 14 в районе. Два человека погибли и еще два пострадало. Это меньше, чем за такой же период прошлого года. Причины большинства пожаров все те же. Нарушение правил монтажа, техническая эксплуатация, электрооборудование, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем. Глава района поручил принять все меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На одной из самых высоких точек установить пункт дозора, соответствующий, оснащенный и средствами связи, средствами наблюдения, для выявления так называемых фактов сжигания травы, которые могут быть зафиксированы удаленно. Также на совещании подвели итоги прошедшей недели и наметили планы на текущую. Айрат Хайрулин затронул вопросы здравоохранения. В частности, он заявил о необходимости повышения качества медицинских услуг в городских больницах и поликлиниках. Также он поручил решить вопрос о создании около детской поликлиники удобной автопарковки. Напомню, что сейчас в поликлинике проводится капитальный ремонт. Радик Рахимов, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы, стартовала в Альметьевске. В минувшую субботу ученики школы номер 24 совместно с Центром волонтера на улицах города раздавали прохожим символ воинской славы. Всего за время проведения акции ребята раздали 50 ленточек. Акция будет до 9 мая и в день праздника. Мы решили выйти на улицу и напомнить жителям и гостям Альметьевска, что скоро наступит великий праздник, День Победы, чтобы они помнили и уже с сегодняшнего дня ходили в предвкушении праздничного настроения и гордо носили георгиевскую ленточку. Альметьевск принял участие во Всероссийском фестивале «Библия-ночь». Акция в поддержку чтения прошла во всех библиотеках города. Тема этого года – новое прочтение. В филиале Центральной библиотеки номер 2 сотрудники подготовили литературную программу для любителей книг. Там звучала музыка, выступали писатели, композиторы и просто интересные люди. Для молодежи был подготовлен литературный квест. Данное мероприятие проходит уже третий раз в нашей библиотеке. Всегда собирается большое количество народу. И мы заряжаем всех присутствующих положительной энергией, знакомим с нашей библиотекой для тех, кто сюда пришел впервые. Почти 100 участников из шести городов. В Альметьевске прошел всероссийский чемпионат по брейк-дансу «Circle Kids» – битва городов. Его участниками стали дети от 5 до 17 лет, а также любители до 30 лет. За состязаниями на стыке искусства и спорта наблюдала наша съемочная группа. Хэтспин, гелик, флай, свеча – для кого-то это просто набор слов, но не для исполнителей брейк-данса. Это обозначение сложных силовых движений в танце. Чтобы научиться их выполнять, нужно потратить немало сил и времени. И где, как ни на чемпионате, ребята могут показать, чему научились и чего достигли. В брейке танцоров парней называют бибой, а танцоров девушек – бигиол. Помимо этого, у каждого еще есть и свой личный псевдоним. Здесь и судьи объявляли не по имени и фамилии. Бигиол Любава и бибой Шаман приехали из Казани, а бибой Рэй – из Чебоксар. Все они профессиональные танцоры. Как истинные любители этого направления, перед началом чемпионата мастера показали класс. В выступлениях участников судей оценивают технику исполнения, силу, музыкальность. Здесь важно, есть ли у танцора пластичность, чувство такта и воображение. Ведь научившись некоторым основным движениям, ребята могут экспериментировать и импровизировать. Когда постепенно ребенок начинает делать базовые движения, он начинает изобретать свои движения. То есть в брейке нет такого, что есть какая-то грань движения, база, и только ее нужно делать. Он может изобрести любое движение, которое он хочет, любое кручение. Альметьевск на чемпионате представляли ученики школы фанки-пипл. Среди них и Полина Панова. Танцами она занимается три с половиной года. Однажды в летнем лагере, где отдыхала Полина, проходил мастер-класс по брейку. Тогда-то девочку и заинтересовало это танцевальное направление. Мне нравится, потому что здесь можно через танец показать свои эмоции, чувства. Можно показать твое настроение. И если плохое настроение, приходишь на тренировки, и все проходит. Соревнования проходили в виде танцевального батла. Участники становились друг напротив друга и под музыку показывали все, на что способны. В каждой возрастной категории судьи выбирали по одному победителю. Ему вручали диплом. Но, по сути, здесь не было лучших или худших. Главное в чемпионате – это возможность обменяться опытом с профессионалами, пообщаться и завести новые интересные знакомства. Зарина Ахметова, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ. И в завершении выпуска информация от синоптиков. 25 апреля в Альметьевске будет пасмурно, временами дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 4, днем прогреется до 10. Атмосферное давление 749 миллиметров штутного столба. На сегодня у нас все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале.